От распроцовки сайта об здоровом харчевании до створения биокаминов в Гомеле вызначили переможцев 11-го чемпионата стартап-проектов молодь и предпринимательства. Двухдневный форум проходит в Белорусском гандлево-экономическом университете с поживецкой кооперацией. И до этого еще никогда не был таким представительным, а журы настолько строгим. Об напруженном споборнестве сюжет Марины Джалой. Градус напружения повеличивался с каждым этапом. Кто мощнейший, было невядомо до самого финала. 170 юнаковых девушек из Беларуси, России, Украины, Казахстана и Грузии доказывали житяздольность своих стартапов перед вельми профессийным, алена отзвучившей строгим журы. Судейская коллегия одиноголосно стверждает, вельми важно продоставить свой проект якосно, бо на шляху до перемоги неуполненностью сапсовать можно сам и на перший погляд житяздольный стартап. Очень важно, что они стали намного смелее в этом году, более предметные стали подачи, очень все подметили. То есть такой вот проект, который ни о чем здесь практически не было. Очень нравится, что люди уже готовятся к тому, что они выходят в бизнес. Это вот главная идея этого года. От удельников никто не потребовал реализованных стартапов, хотя многие из представленных бизнес-проектов уже приносят своим уластникам прибыток. Головные, делятся думками члены журы, как студенты докладно разумели, какая идея практичная, а какая не. Есть проекты, которые уже приносят доход, есть проекты, которые настолько высокотехнологичны, что даже не верится, что это выступают студенты. На чемпионате стартап-проектов присутничал старшиня президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карагин. Он рассказал, какие махшимости открыются перед финалистами форума одразу после его завершения. Делегация Республиканской конфедерации предпринимательства в конце мая вылетает в Нью-Йорк, Филадельфию для участия в евразийско-американской инновационной неделе. Это уже 23-й раз. И мы сформировали пакет деловых предложений для инвесторов, презентуем Беларусь и три проекта победителя мы включили и опубликуем, доведем до широкой общественности, ну, как поощрение вот этих стартапов, которые здесь победили. Про замыгнение после записи этого интервью ведущая приступила до объявления переможцев. Третье место заняла команда Скаргандинского державного университета имя академика Букетова. Она придумала войска, які подарунковый бокс. Тут присмаки и речи, які нагадываються о Брадзиме. Верблюджи сушеный творог, шоколад, шкатулка с национальным орнаментом, стяг и многое інше. Проект различный на выходцы из Казахстана, які живуть у інших країнах, але сумують в Брадзиме. Другое место у Гемельшан, студентов Беларуського державного университета транспорту. Яны – авторы проекта по створению биокаминов. Кажут, что аналогичных никто в країне не выпускает. И, наконец, перемога у российской команды Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Так супало, что именно с этими девочинами мы записали интервью еще до начала споборництва. Студентки створили сайт об здоровье харчевании и уже отримывают прибыток от рекламы. Для нас это тоже особая радость, потому что мы с вами уже познакомились и уже за вас болели. Мы вас поздравляем всей нашей командой тоже. Скажите, что вы сейчас чувствуете? Мы счастливы просто. Да, мы не ожидали на самом деле такого. А вот благодаря чему, как вы считаете, досталась вам победа? Упорству. Упорному труду и бессонном началу. Мы второй год уже пытаемся получить эту победу, и у нас это получилось. Вот вы не зря говорили, что вы чуть-чуть не дотянули, да? Да, да, да. Забрали свое. Застается пожелать, как бы все интересные и нестандартные бизнес-идеи в особенности удающие проекты. Большим пианат молоди предпринимательства – пляцовка для практичной реализации стартапов. По кольже в Белорусском Гондлево-экономическом университете с поживецкой кооперацией протягивает кипеть творческая и интеллектуальная работа. Тут проходит международный тыдень молодежного предпринимательства. Марина Джала, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель».